Методика иноязычного образования. Курс 2. Лекция 11. Тема лекций «Моделирование иноязычного общения». План лекции. 1. Моделирование иноязычного общения. 2. Современное концептуально-методологическое базируемое модели иноязычного образования. 3. Моделирование предметно-процессуальных аспектов содержания коммуникативных комплексов. Цель и задачи. 1. Рассмотреть вопрос моделирования иноязычного общения. 2. Изучить современно-концептуально-методологическую базируемую модель иноязычного образования. 3. Изучить моделирование предметно-процессуальных аспектов содержания коммуникативных комплексов. 4. Факторы, которые определяют заказ общества относительно уровня и качества граждан иностранных и законных граждан, это социально-экономические факторы, политические факторы. Моделирование профессиональной коммуникативной ситуации представляет собой совокупность действий в системе преподаватель-студент, направленной на создание будущими специалистами иноязычного общения и профессиональным становления личностей на владениями, знаниями, умениями и навыками иноязычного общения. Сегодня, как никогда прежде в истории образования, становится актуальным вопрос о воспитании личности специалиста, способный самостоятельно, корректно и наиболее эффективно вести межкультурную коммуникацию для решения профессиональных задач. Особая актуальность в этой связи приобретает профессионально ориентированный подход в исковом образовании, направленный на формирование учащихся способностей иноязычное общение в профессиональных, деловых, научных сферах, ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления. В связи с изменениями, происходящими в социально-экономических условиях в стране и мире, модернизируется казахстанская система высшего профессионального образования. Концепция модернизации предъявила к возрастам особые требования в плане подготовки качества специалистов. Стали востребованы специалисты нового уровня, способны к эффективной межкультурной коммуникации в профессиональной сфере, отличающейся активностью, мобильностью и умением добиваться высоких показателей в научной и технической сферах. Социально-экономический и политический фактор определяет заказ общества относительно уровня и качества владения иностранным языком и его гражданами. Действительно, социальный заказ выражается в общественной потребности в людях, практически владеющих иностранным языком, как средством профессиональной коммуникации. Основные параметры – это мотивированность, целенаправленность, информативность процесса сообщения, новизна, ситуативность, характер взаимодействий, общающаяся система речевых средств. Моделирование профессионально-коммуникативной ситуации – это представляет собой совокупность действий. Таким образом выглядит моделирование предметного содержания иноязычного образования. Когнитивный линкокультурологический комплекс, который входит в предметные и процессуальные сферы деятельности, темы, субтемы, ситуации. Стали востребованы специалисты нового уровня, способные к эффективной межкультурной коммуникации в профессиональной сфере. Проблема прообретает особую актуальность в связи с возрастающей ролью иноязычным общением в профессиональной деятельности современных специалистов. Чем выше общественная потребность знаний языка и специалистов, владеющих одним или несколькими иностранными языками, тем более значимы становятся прагматические аспекты обучения предмету. Интеграционные общественные процессы и глобализация всех сфер жизни и современного общества изменяют как статус иностранного языка в обществе, так и выполняемую в данном обществе функции. В эти условия иностранный язык рассматривается как инструмент, позволяющий человеку лучше ориентироваться в окружающем его мире и способствующий созданию новой мировой модели и нового мирового знания. Сегодня специалист должен владеть иноязычной профессиональной коммуникативной компетенцией. Мобильность в настоящее время представляется важным условием для решения успешной реализации своих профессиональных амбиций. Также связанность и способность человека адаптироваться к современным условиям проживания в мультикультурном обществе. Учитывая особенность современного этапа развития общества, формирование поликультурного мира, комплекс задач обучения иностранным языкам включен в обучение межкультурной коммуникации. Для осуществления коммуникации между представителями разных культур, помимо владения иноязычной коммуникативной компетенцией, необходимы специальные знания и умения, знания о системе ценностей и представлений, принятых в определенных социальных группах других стран, регионов, умение понимать и адекватно оценивать партнера по общению, как представитель иного лингового культурного общества, умение вести диалог культур и достойно представлять себя как носителя своей культуры. Таким образом, специалист должен обладать следующими качествами. Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция, мобильность, конкурентоспособность, адаптироваться к современным условиям, мультикультурном обществе, умение устанавливать контакт, преодолевать трудности языковые и культурные, также проявлять толерантность к индукультуре, необходимые специальные знания и умения, умение вести диалог культур, оценивать партнера по общению как представителя иного лингового культурного общества. Компетенция основана на способности органического единства знаний, умений, опыта и отношений осуществлять как привычную, так и новую профессиональную деятельность. Реализация компетентного подхода направлена на переход от знаневой модели обучения в практик ориентированной. Хомский в своей теории трансформационной лингвистики впервые выявил и определил важные для современной методики обучения на островом языке понятия лингвистическая компетенция. Компетенция, таким образом, состоит из двух видов – общий и коммуникативный. К общим относятся знания, умения, экзистенциональная компетенция и также способность учиться. Экзистенциональная компетенция – это взаимосовокупность индивидуальных характеристик человека, черт его характера, взглядов, представлений о себе, об окружающих, готовность к специально-социальному воздействию. Представляется важным подчеркнуть, что при подготовке специалиста необходимо учитывать, что процесс обучения иностранному языку строится в особо образовательном пространстве вуза. Особенность тактии такого пространства – и описать основные компоненты модели процесса обучения иностранному языку, детерминированного этим пространством и новым социальным заказом. Понятие пространство является ключевым в нашем исследовании, поскольку ее понимание существенным образом влияет на результат проектирования образовательного процесса. Термин пространство имеет длительную историю о потоплении в социально-гуманитарных дисциплинах. Психологическая модель личности во взаимодействии с окружающей средой наглядно продемонстрировала, что модель окружения, тесно связанная с психическими процессами личности, ее конфигурации, способна влиять на восприятие, возборожение памяти и эмоции человека. Личности. Моделирование курса иноязычное общение – это непрерывный характер языкового образования, чему в немалой степени способствуют курсы повышения иноязычной коммуникативной компетенции. Педагогические условия, способствующие воспитанию конкурентно способной личности специалиста, обладающей совокупностью профессионально значимых компетенций, позволяющих реализовывать эффективную межкультурную коммуникацию в короткие сроки максимально эффективно. И разработать образовательную модель, отвечающую требованиям, которые проектировали и моделировали обучающей среды, будут основаны на моделировании коммуникации с учетом ее особенностей в поликультурном мире, специфике сфер профессиональной деятельности, максимальной реализации личностно-ориентированного подхода. Моделирование курса иноязычного общения – также это дидактическая система в комплексе и организационных структурно-педагогических аспектах, профессиональное общение в отобранных типичных для деловой профессиональной коммуникации ситуаций. Также он призван создать благоприятные педагогические условия, способствующие снятию трудностей психологического, лингвистического и социокультурного характера участников, целевой группы и мотивировать их к обучению в условиях дополнительной нагрузки на курс опровержения коммуникации, коммуникативное умение в профессиональной и деловой сферах, симулирование типичных ситуаций в ролевых и делах. Итак, полипрофессиональное пространство объединяет профессионалов, являющихся специалистами различных профилей. Специалисты и ученые объединяются помимо локального и глобального профессионального сообщества, при этом в пространстве господствует каркорирующая среда, мотивирующая субъектом профессиональной деятельности реально участвовать в его технологической модернизации. Непосредственно также взаимодействовать с мировой поликультурной средой, вызывающей потребность межкультурной компетенции. Помимо этого следует выделить и учесть специфические черты, вытекающие из анализа условий. Моделирование общества. Что представляет таким образом вопросы моделирования на язычное общение? Второе. Чем суть современной конструкции педагогической базируемой модели иноязычного образования? И как моделируются предметно-процессуальные аспекты содержания в коммуникативных комплексах?